Приветствую участников 100-дневного воркаута. Поскольку обучающая программа подходит к концу, возникает вопрос, что делать дальше. Очевидно, придется самостоятельно составлять тренировочный план, и я сейчас на небольшом примере покажу, как это можно сделать. Сначала парочка отступлений. Первое. Вообще эта тема, составление программы тренировок, ее нельзя свести к какой-то инструкции, когда есть четкие какие-то указания, которым можно следовать и составить себе программу. Нет, это скорее какой-то результат ваших знаний и опыта в принципе. Если читать все инфопосты, выполнять рекомендации, то этих знаний уже достаточно, чтобы в конечном итоге, как бы, само собой научиться составлять себе программы. Это первое. И еще одно отступление. Что такое вообще рост тренированности, рост результатов? Это адаптация организма к окружающей среде. Это очень важно понимать, это такая самая важная идея. И если ее осознать, то в принципе вопросов быть не должно, никаких трудностей не будет. Отсюда следуют два таких ключевых принципа, которые следует использовать. Первый принцип – это принцип специфичности. Что это означает? Ну, организм адаптируется к тем условиям, в которых он находится. Соответственно, ну, а наши тренировки – это и есть. Вот это самая окружающая среда, к которой организм адаптируется. Соответственно, какие будут тренировки, к тому и будет организм адаптироваться. Такие качества и будут вырабатываться. И следующий принцип – это принцип прогрессирующей нагрузки. То есть, когда организм находится в среде, он адаптируется и, соответственно, ну, дальше ничего не происходит, если среда не меняется. Соответственно, если ваши тренировки не будут изменяться, в таком случае результаты прекратят расти, потому что, ну, организм уже адаптировался, больше ничего не нужно. Поэтому на тренировках вы должны создавать все новые и новые условия для того, чтобы организм адаптировался. Так, с этим разобрались. Следующее. Очевидно, первое, что нужно сделать – это поставить себе четкую цель. Чтобы мы знали, какие условия создавать на тренировках. Ну, давайте возьмем какого-нибудь абстрактного участника. Ну, предположим, данный момент он имеет такие результаты. 12 подтягиваний, 15 отжиманий на брусьях, 35 отжиманий от пола и 60 приседаний. Первое, что нужно сделать – это поставить цель. Цель должна быть очень четкая, чтобы мы знали, какие условия, собственно, на тренировках должны быть. Ну, поставим цель, дальнейшее увеличение этих показателей. На первое время, на какое-то ближайшее время всегда следует корректировать цель в большую сторону на какой-то небольшой процент. Ну, в данном случае можно 10-20% добавить. Ну, если применительно к подтягиваниям, то если было 12, ну, на ближайшие 3-4 месяца 15, 14-15 подтягиваний подойдет как цель. Слишком много завышать не стоит, потому что, когда на длительном промежутке мы рассматриваем какую-то совсем долгосрочную цель, то мы не можем тренировочный план составить под такие долгосрочные цели. Ну, а программа тренировок – это всегда не очень долгосрочный план, потому что, что будет там через 3-4 месяца, мы предсказать не можем. Поэтому мы ставим цель именно минимальную прибавку и рассчитываем план месяца на 3-4 максимум. Так, мы, значит, поставили цель – увеличение на 10-20% результатов в упражнениях. Ну, в данном случае это будет идти как ОФП, потому что никаких специальных целей не ставится, просто общее развитие показателей в упражнениях. Если же показатели в упражнениях базовых достаточно высоки, то можно ставить уже и специальные какие-то цели, уже более узкие, более специализированные. Ну, в данном случае, там, допустим, максимум подтягиваний у них может быть. То есть уже конкретно человек работает именно над этим. Чем еще характеризуется ОФП? Обязательно общее развитие всех систем организма. То есть не стоит концентрироваться на каких-то узких задачах. Следует развивать в том числе и гибкость, и скорость, и выносливость, и силу. Но в данном случае упор будет идти на выносливость, поскольку мы говорим вот об увеличении количества повторений. В данном случае мы рассматриваем это, ну, как будто бы это выносливость. Далее. Что дальше необходимо сделать? Определить свои особенности. То есть какие у вас, может быть, травмы есть, какие ограничения. Ну, ваши, все ваши индивидуальные какие-то предпочтения. Антропометрические какие-то параметры. То есть кому-то определенные упражнения не подходят, кому-то подходят. Поэтому обязательно нужно наблюдать за собой. И в принципе, если вы проходили 100 дневку, все, все рекомендации выполняли, то эти вещи вам тоже должны быть понятны. Ну, далее можем переходить к формированию такого общего плана. Пока конкретно не говорим о подходах, повторениях. Просто общая структура. Что нужно учитывать? Нужно учитывать такую вещь, что на тренировке вы должны прорабатывать каждое упражнение полноценно. Если вы хотите увеличивать результаты в этих упражнениях, тренировки должны быть полноценными. Что отсюда следует? Если показатели в упражнениях достаточно высокие, требуется большой объем тренировочный. Много, достаточно много упражнений может быть, в том числе и вспомогательных. Поэтому придется на каждое упражнение выделять отдельную тренировку. Ну, как здесь в этом примере и показано. То есть, во вторник у нас идут тяговые движения. В нашем случае, вот это подтягивание. Основное упражнение. В среду выделяем тренировку. Ну, или в четверг. Тут не важно. Чисто условно здесь все обозначено. Мы уделяем внимание ногам. То есть, выбираем какие-нибудь упражнения на ноги, приседания или выпады, прыжки какие-нибудь. Это вы самостоятельно ставите себе эти цели и выбираете упражнения. Ну, и в субботу, например, берем жимовые движения. То есть, в нашем случае это отжимания. Дальше. Выбор упражнений. Производится исходя из цели и исходя из уровня. Ну, вот, например, в данном случае. В день тяг мы взяли классические подтягивания, как целевое упражнение, в котором будем увеличивать результаты. В следующий тренировочный день основное упражнение берем не приседания, хотя оно тоже тут присутствует, но как целевое упражнение основное берем, ну, например, вот запрыгивание на платформу. То есть, поскольку показатели в приседаниях в данном примере достаточно высокие, то можно уже в таком случае говорить о том, что можно усложнять упражнение, брать его более тяжелую модификацию. То же самое касается и других упражнений. И в обратную сторону это тоже работает. Если вам тяжело выполнять, ну, например, обычные отжимания от пола, вы можете делать упрощенную, наоборот, упрощенную версию. И это тоже таким образом корректирует себе программу. Так, значит, понятно, разбиваем тренировки на отдельные дни, если мы можем достаточно времени уделить одному упражнению, а это происходит на среднем и высоком уровне. И мы объединяем, так сказать, несколько упражнений в один день, если показатели достаточно низкие. Если вы не можете дать акцентированную нагрузку в течение длительного времени на одно упражнение, ну, тогда мы объединяем все в один день. И можем таких несколько тренировок делать. Так, программа должна включать упражнения на все системы организма. Ну, это понятно, потому что мы тренируем ОФП, мы не ставим конкретные цели подтягивания или там еще что-то. Мы все упражнения, так сказать, поднимаем до какого-то среднего уровня. Программа должна соответствовать уровню подготовки. Ну, об этом уже сказал несколько слов. Ну, это в чем выражается? Это выражается как раз в распределении упражнений по дням и в выборе упражнений. То есть, сложные упражнения, тяжелые и так далее. Тяжелые упражнения должны идти в начале программы. Ну, это практически всегда так. И даже не то, что тяжелые упражнения, а скорее целевые. То есть, то упражнение, которое у вас идет основное на этой тренировке, ему и следует уделить внимание в начале, чтобы все силы приложить именно к этому упражнению. Дальше. Если вы видите, в данном примере, кроме наших целевых упражнений, присутствуют еще вспомогательные упражнения и некие легкие вот пометки. Видите, легкие отжимания, приседания легкие, подтягивания легкие. Для чего это нужно? Ну, вспомогательные упражнения, они могут, они всегда, во-первых, присутствуют в ОФП, потому что мы все-таки развиваем весь организм в целом на данном этапе. Поэтому забывать про какие-то маленькие мышечные группы и какие-то второстепенные, может быть, как вам кажется, не стоит об этом забывать. Тоже по возможности включать в тренировку. И легкие упражнения. То есть получается в данном случае на каждое целевое упражнение, вот подтягивания, запрыгивания на платформу и отжимания, у нас как бы две тренировки в неделю. Одна тренировка развивающая, а вторая легкая. И вот мы эти тренировки как бы разводим по дням, чтобы они чередовались друг с другом. Ну, значит, получается, во вторник у нас подтягивания идут развивающие, а приседания легкие и отжимания легкие. Ну и, соответственно, в субботу идет акцент на отжимания на брусьях и от пола, а подтягивания идут как легкий вариант. Зачем легкие тренировки нужны? Ну, как я уже сказал, они выполняют не развивающую функцию, а поддерживающую. То есть, чтобы не происходила, грубо говоря, дезадаптация организма, чтобы поддерживать тот уровень, который вы получаете на развивающих тренировках. И на легких тренировках можно, например, нивелировать какие-то технические нюансы в упражнениях. То есть, нагрузка небольшая, поэтому можно уделить внимание технике, сконцентрироваться на ней. И легкая тренировка для этого как нельзя лучше подходит. По поводу заминки. Заминку можно включать как обычную, просто привести организм в состояние покоя. А можно убить двух зайцев и на заминке включать также какие-то упражнения, которые позволят нивелировать вам ваши, ну, какие-то недостатки. Может быть, у кого-то недостаточная гибкость, и на заминке можно уделить внимание гибкости. У кого-то проблемы с осанкой, можно сделать упражнение на осанку и так далее. Можно объединять, так сказать, и убивать двух зайцев. Так, дальше. Ну и баланс нагрузки. Да. Если у нас стоит вопрос ОФП, ну, соответственно, тогда следует уделять равное внимание, ну, так сказать, всем упражнениям. То есть, и на верхнюю часть тела, и на нижнюю часть тела тренировать, значит, разные движения. Ну, как, например, здесь, да. Значит, наверх тела идут подтягивания. То есть, вверх тела тяговое движение мы прорабатываем, бицепс прорабатываем. На ноги у нас идут, значит, обычные приседания, выпады, запрыгивания. То есть, опять разные функции прорабатываются. Ну, и отжимания. Отжимания на брусьях. Одни, так сказать, сегменты мышечные задействуют. Отжимания от пола другие. Ну, в целом, получается равномерное развитие всех функций. Ну, вот, собственно, так основное здесь рассказал по общей структуре. Теперь можно переходить уже к конкретной, значит, программе, как составлять, ну, уже конкретные подходы, повторения и так далее. Что нужно здесь понимать? Понимать нужно одну вещь. Ваша тренировочная нагрузка, если вернуться к тому, что я сказал в начале, сказал о том, что организм адаптируется к тому, к тем условиям, в которых он находится. Поэтому, ваша нагрузка на тренировках должна быть, ну, если грубо сказать, похожа на вашу цель. Понимаете? Если мы говорим о том, что 12 подтягиваний на данный момент есть, ну, хотим 15. Значит, нагрузка на тренировках должна приближаться вот к этому числу. Но при этом мы должны давать еще и достаточный объем тренировочный. Потому что если объем недостаточный, ну, нет нужды адаптироваться организму. Потому что адаптация происходит к тому, что, к тем условиям, которые, ну, достаточно долго, достаточно долгие по времени. Потому что, ну, представьте, вы вышли на солнце на, там, 3 минуты, но у вас загар не появится. Нужен какой-то объем воздействия. Поэтому тренировки должны быть похожи на нашу цель, но при этом еще и быть выполнены, должны быть выполнены в каком-то объеме. Ну, поэтому мы выбираем, значит, количество повторений. Мы обязаны увеличивать, чтобы приближаться к нашей цели. Ну, и выполнять это в каком-то объеме. Соответственно, фактически, вот это количество повторений в подходе будет меньше. За счет того, что мы отдадим часть нагрузки, ну, в объем, грубо говоря. Ну, например, там, 4, 4, 3 подхода, 3 подхода по 8 повторений. Такая тренировка будет благотворно влиять на нашу цель. Будет приближать нас к цели. 12 было подтягиваний, да. Мы будем приближаться к 15. Следующая тренировка, например, будет 3 по 9. То есть мы увеличили число повторений, тем самым еще приблизились к нашей цели. Но если мы будем делать тот же тренировочный объем, но наоборот. Например, мы сделаем 8 подходов по 3 повторения. Потом сделаем 9 подходов по 3 повторения. Смотрите, вроде нагрузка увеличивается, но мы двигаемся не туда, куда нам нужно. Ведь наша же цель увеличивать повторения, почему мы их не увеличили здесь. Этот вариант неправильный. Правильный вариант здесь. Дальше. Нам нужно, значит, давать прогрессию нагрузки. Ну, стало быть, ее нужно учитывать. Поскольку мы говорим о выносливости, Ну, тогда за параметр нагрузки основной мы возьмем количество повторений, которое будет рассчитываться как количество подходов, умноженное на количество повторов. При этом не забывая, что распределять эти повторы нужно таким образом, чтобы от недели к неделе количество повторений именно в подходе росло и приближало нас к нашей цели. В данном случае это увеличение количества подтягиваний и отжиманий и так далее в одном подходе. Ну, давайте начнем заполнять нашу программу, следуя тому, о чем я рассказал. Еще один маленький нюанс. Начинать любой новый тренировочный цикл желательно с наименьшей нагрузки, чтобы постепенно входить в этот режим тренировочный и чтобы нагрузка подбиралась постепенно. И, ну, так сказать, она будет шлифоваться. И сама собой как бы из-за того, что вы начали с маленького, с маленького количества нагрузки, за счет постепенности вы выйдете на именно нагрузку, которая будет для вас комфортна и будет развивающая. Начнем. Раз у нас приседания легкие, первый тренировочный день, смотрим от нашего количества, ну и выбираем небольшое количество повторений, поскольку легкая тренировка, ну и небольшое количество подходов, чтобы у нас прогрессия была именно по повторениям. Далее подтягивания. Подтягивания в этот день у нас развивающая тренировка, так и такое ее и сделаем. Но не будем делать максимум сначала, как я уже сказал, начинаем постепенно. Три по восемь подтягивания нижним хватом. Ну, это может быть как вспомогательное упражнение, его можно включать, можно нет. Ну, чтобы еще больше увеличить тренировочный объем, можно включить, в принципе, и какое-то вспомогательное упражнение. Дальше легкие отжимания. Опять, исходя из нашего максимума, выбираем легкую нагрузку для легкого режима. Акцент опять идет на повторения. То есть повторений должно быть много, подходов меньше. Вспомогательное упражнение на бицепс. Здесь особо заморачиваться не надо. Выбираем нагрузку, чтобы она была, ну, чтобы наша мышечная группа была в тонусе. Хотя, если это ваше слабое звено, и оно явно мешает вам выполнять основное упражнение, тогда можно уже акцентированно здесь тоже поработать, чтобы нивелировать слабое место. Ну и разминка. Дальше прорабатываем наши, какие-то наши недостатки, гибкость, осанку, еще что-то. Приводим организм в состояние покоя. Дальше. Следующий тренировочный день. Тренировка нижней части тела. Приседания здесь уже акцентированы. Акцентированно тренируем их. Поэтому нагрузка больше, чем при легкой тренировке. Сделаем 3 по 20 для начала. Опять-таки, подходов небольшое количество. Повторений побольше. Чтобы это было похоже на нашу цель. То же самое, если наша цель поднять вес большой, например, в приседаниях, в жиме лежа. Ну тогда мы будем... Наш акцент будет именно на рабочий вес. Запрыгивание на платформу. Упражнение более сложное, чем приседания. Поэтому, естественно, количество повторений здесь будет меньше. Но если наша цель стоит здесь, увеличить результат. Опять тот же принцип. Если наша цель количества повторений в одном подходе, тогда и на тренировках мы выбираем похожую схему. Выпады. Это может быть также и с помогательным упражнением. Либо можно выбрать его как цель. То есть это все зависит от ваших желаний. И не забываем про небольшие мышечные группы. Икроножные. Тоже проработали. Режим выбираем. Режим работы выбираем. Опять исходя из целей. Ну, если это вспомогательное упражнение, можно, в принципе, здесь позволить себе вариативность. Так, переходим к следующему дню. Подтягивания в данном случае легкие. На них прорабатываем технику. И не даем мышцам потерять тонус. Отжимания на брусьях. Смотрите. Количество подходов. Еще один такой нюанс. Оно не является фиксированным. То есть, когда вы варьируете нагрузку, то есть ваши тренировки, они должны быть похожи на то, что вы хотите в итоге. Но, тем не менее, нагрузку можно варьировать в достаточно широком коридоре. Количество подходов можно делать там от одного до пяти. Можно даже и больше. Просто вы должны понимать, что если вы начинаете смещать акцент уже на какие-то другие параметры, то потеряете в основном параметры. То есть, если вы будете делать слишком много подходов, естественно, вы потеряете количество повторений в каждом подходе. И это может отдалить вас от цели. Но хотя не всегда. Иногда это полезно. Ну и количество повторений вы делаете там больше. Больше 50% стараетесь от максимума. И распределяете это по подходам. Ну в данном случае, вот выбрали пять подходов. Естественно, количество повторений снизится. Ну как вариант, сойдет. Отжимания от пола тоже целевое упражнение в данном случае. Не в легком режиме, а уже в среднем и в развивающем. Для начала тоже выбираем легкую нагрузку. 35% у нас максимум. Ну 3 по 10% для первой тренировочной недели в самый раз. И вспомогательные упражнения, изолирующие. Но уже в режиме, в легком или в среднем режиме для тонуса данной мышечной группы. Как видите, у нас получилось, значит, суммарное количество повторений на каждой тренировке. 144 за первый день, 246 и 112. Значит, считаем количество повторений за всю неделю. Можно за тренировку считать, можно за неделю. Главное, потом это использовать для того, чтобы давать прогрессию нагрузки. Вот 502 повторения у нас получилось на первой тренировочной неделе. Мы распределили повторения, исходя из наших целей. Ну и получили 502 повторения. Что делать дальше? Дальше необходимо спланировать следующую тренировочную неделю. Что нам для этого надо? Во-первых, мы даем прогрессию нагрузки по повторам в данном случае. То есть мы планируем, если мы на первой неделе 502 повторения сделали, ну, значит, необходимо на следующей неделе сделать чуть побольше, например, 530. Ну или там 520. То есть какая-то минимальная прогрессия должна быть. Но как распределяем, еще раз повторю, чтобы тренировки были похожи на нашу цель? Если наша цель увеличение количества повторений в одном подходе, тогда и на тренировках мы должны увеличивать именно повторение в подходе, а не количество подходов. Хотя количество подходов тоже могут варьироваться для преодоления, скажем, каких-то застоев. Ну это я потом еще объясню. Что еще требуется по мере выполнения программы? Делайте себе пометки. Например, сделали приседания, засняли себя на видео, пометили в дневнике тренировок, например, какой-то технический недостаток. Ну там, круглая спина. Дальше. Сделали, например, бицепс, да? Пометили. Легкое выполнение. Или, допустим, очень легкое выполнение. Для чего нужны эти пометки? Для того, чтобы вы смогли спланировать следующую тренировочную неделю. Подтягивание. Ну, например, получилось тяжело. То есть, соответственно, эти пометки вам скажут, что вам делать на следующей тренировке. Если вы сделали легко упражнение, можете добавлять. Если у вас какие-то технические косяки, на следующей тренировке вы обратите внимание на это. Если выполнение тяжелое, вы можете либо изменить режим работы немножко, либо даже сбросить нагрузку. Ну, со сбросом нагрузки нужно быть осторожным. Потому что это может как и в плюс пойти, что потом у вас, наоборот, будет прогресс. Но также, если слишком увлекаться сбросом нагрузки, то есть циклированием всяким, может и даже откат результатов произойти. Поэтому тут надо аккуратно. Ну, если вы сделали упражнение очень тяжело, в принципе, можно нагрузку сбросить. Так. Дальше. Прогрессия нагрузки. Значит, каждую неделю вы добавляете по чуть-чуть тренировочного объема и распределяете равномерно на все упражнения, на все целевые упражнения. Это первый вариант прогрессии. Второй вариант прогрессии заключается вот в чем. Посмотрите внимательно. Вот на эти числа, каким образом они выстроены. Здесь недели, здесь количество повторений. Как видите, нагрузка не линейно растет, а растет вот таким образом. посмотрите. Если взглянуть в таком в общем на этот график, то видно, что в целом он поднимается вверх. То есть, прогрессия нагрузки все равно сохраняется. Но поднимается вверх он как? Не линейно, а скачкообразно. Нагрузка то увеличивается, то уменьшается, то увеличивается, то уменьшается. В принципе, такая функция у вас получится сама по себе. Потому что в человеческом организме практически нет линейных процессов. Происходит все, любое вообще развитие происходит вот по такому графику. То есть, никогда нету линейного прогресса, всегда возрастающего. Обязательно есть какие-то сначала возвышения, потом спады, потом опять возвышения. Но каждый следующий подъем он выше предыдущего. В итоге общая тенденция все равно идет к возрастанию. Таким образом, ваши тренировки выстроятся таким образом. Они, во-первых, выстроятся так сами по себе, по-любому. То есть, вы никогда не сможете прогрессировать линейно, не сбавляя нагрузку. Либо вы можете специально делать тренировки таким образом, чтобы придерживаться вот такого графика. В каких случаях это делать обязательно? Если вы психологически устали от тренировок, в этом случае разумно нагрузку сбросить с тем, чтобы потом отдохнуть и подняться еще выше. Если вы чувствуете, что вы не восстанавливаетесь, вам тяжело на каждой следующей тренировке. В таком случае тоже можно нагрузку сбросить с тем, чтобы потом опять-таки восстановиться и подняться еще выше. И, значит, если какие-то травмы или состояния, когда вы чувствуете, что может быть травма, тогда тоже резко нагрузку требуется снизить. То есть, уйти прямо на нижнюю границу, восстановиться и опять пойти наверх. И вот здесь я сказал, да, тяжелые тренировки, что можно сбрасывать нагрузку. Действительно. Если вы достигли через несколько тренировок или через несколько месяцев какого-то пика и действительно у вас уже практически на пределе все и вы уже не справляетесь, то и в этой ситуации можно сбросить нагрузку и попытаться как бы с разгону пройти вот эти ваши препятствия заново. Но тут сложно сказать сработает или нет, потому что это все индивидуально и каких-то четких вот какой-то четкой инструкции здесь нет. Так, значит, что у нас, что мы имеем? Мы имеем какие-то значит, пометки себе по поводу каждого упражнения. Мы имеем количество нагрузки, которые мы дали. Вот. И мы знаем, что нам нужно дать эту прогрессию. Ну, давайте перейдем на следующую неделю. Так, у нас 502 здесь было. Перейдем на следующую неделю. Ну, это не вторая неделя, это просто какая-то неделя здесь представлена. То есть, это может быть и шестая, седьмая, неважно. Это одна из следующих тренировок, как она может выглядеть. С учетом того, что мы для себя отметили. Значит, здесь справа это наша первая тренировочная неделя, здесь энная тренировочная неделя. Давайте посмотрим, в чем отличие. Как может быть спланирована вот эта какая-то из последующих тренировочных недель. Во-первых, количество повторений везде выросло. То есть, на каждое упражнение практически и в целом количество повторений больше. То есть, прогрессия нагрузки соблюдена. Так. Теперь давайте посмотрим на режим работы. Значит, в первой тренировочной неделе у нас, ну, допустим, приседания легкие были 3 по 15. Здесь же приседания у нас почему-то 4 по 10. То есть, мы изменили режим работы. И для чего это делается? Ну, несколько объяснений. Во-первых, обойти какие-то препятствия. То есть, если постоянно работать в одном режиме, можно упереться просто в какую-то плату и результат дальше не пойдет. Поэтому, изменив немножко режим работы, но при этом оставаясь в рамках нашей цели, да, мы можем таким образом немножечко изменить характер нагрузки и преодолеть какие-то препятствия. Ну, и, естественно, разнообразие. То есть, вариативная нагрузка позволяет психологически чувствовать себя более, так сказать, комфортно. То есть, вы не одно и то же делаете, а нагрузка немножко разная и ну, вы не устаете. дальше подтягивания 4 по 10. Явно видна прогрессия, то есть, было 4 по 6. Ну, здесь 3 по 8 мы отметили. Было 4 по 6, стало 4 по 10. Явная прогрессия, то есть, так и надо делать. И, посмотрите, у нас в каждом подходе увеличилось количество повторений. То есть, мы приближаемся к нашей цели. И, возможно, уже выполнив такую тренировку, наши подтягивания будут не 12, а уже, может быть, 15 и больше мы сможем сделать. То же самое касается всех остальных упражнений. Везде прослеживается прогрессия и немножечко меняется режим работы. То есть, здесь было было 3 подхода по 15, стало 5 подходов по 15. то есть, количество подходов тоже варьируется. Нагрузка немножко она остается в наших, она остается похожа как бы на нашу цель, но все-таки тренировочный объем тоже меняется. Так, ну вот, вроде основной рассказал. Ну и, соответственно, не забываем делать пометки и использовать их при планировании следующих тренировок. Допустим, здесь было наше подтягивание на первой неделе. Было 4 подхода по 6 и сделали мы тяжело. Теперь предположим, что это вторая неделя. Давайте. То как бы это выглядело? Мы бы могли в принципе сделать, например, попытаться 3 по 7. смотрите, то есть у нас 4 по 6 было тяжело. Допустим, последний подход, то здесь 3 подхода по 7. немножечко изменили характер нагрузки, сделали поменьше подходов. Таким образом можно вот эти тяжелые тренировки как бы обойти. То есть не в лоб пробивать, а вот мы подходиков поменьше сделали, повторение увеличили. На следующей неделе можно, например, 2 подхода сделать. По 8 уже. Опять тренировочный объем снижен. Нам это позволяет получить больше повторений в подходе. А потом попытаться добавить подходы. Например, 3 подхода и 4 подхода. И опа, мы уже вышли на более высокий результат, чем у нас был. То есть таким образом можно обходить какие-то препятствия. Ну, собственно, вроде все рассказал. Если какие-то вопросы пишите. Но еще раз повторяю, это такая тема, которую рассказать в рамках какой-то одной инструкции просто невозможно. Это просто этот навык составлять себе тренировочные схемы, это просто результат ваших знаний и вашего опыта. То есть здесь все индивидуально, вы сами должны чувствовать, что вам делать. Это больше такое интуитивное знание. Ну, в принципе, все. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...